МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Полис обязательного медицинского страхования". Узнайте больше о своих правах и возможностях. Программе «Про здоровье» на телеканале ОТС. Пополнение в семье. Как оформить полис обязательного медицинского страхования для новорожденного? Развитие рака шейки матки сегодня можно предупредить. Что предлагает медицина и о чём должны знать родители девочек? Контактный боди-арт. Красивая антистрессовая терапия для всей семьи. Рождение ребёнка – знаковое событие в жизни каждой семьи. Первое время после появления на свет ребёнок обслуживается страховой медицинской организацией одного из родителей, как правило, мамы. Также малыш может получать услуги той страховой компании, к которой прикреплён его официальный опекун. Если в вашей семье случилось такое знаменательное событие, родился ребёнок, то есть сначала вы его регистрируете, получаете свидетельство о рождении. А вот после этого, с момента, как вы получили свидетельство о рождении, вы обязаны получить на него полис, чтобы он смог обслуживаться в лечебных учреждениях. Страховую медицинскую организацию можно выбрать по собственному желанию из реестра страховых компаний, работающих в Новосибирской области. Для оформления полиса одному из родителей необходимо предоставить свой паспорт и свидетельство о рождении ребёнка. Бывает так, что родители у нас, то есть мама занята с ребёнком, папа у нас работает, некогда подойти. То есть вы можете кому-то доверить эту обязанность. Может подойти бабушка, либо подруга, но в этом случае родители пишут доверенность. Форму доверенности можно взять на сайте страховой медицинской организации. Документ заполняется самостоятельно и подписывается одним из родителей. Для оформления полиса доверенному лицу необходимо иметь при себе свидетельство о рождении, доверенность и паспорт. С 1 мая 2011 года у нас каждый гражданин имеет право выбора страховой медицинской организации. Для ребятишек после регистрации рождения ребёнка и до достижения совершеннолетия либо приобретения медицинской способности в полном объёме выбор осуществляют родители либо законные представители. Если у вас остались какие-то вопросы по получению полиса для новорожденного ребёнка, вы можете выяснить их по телефону нашей круглосуточной диспетчерской службы 8 800 100 805. Не стоит затягивать с оформлением полиса для малыша. Как только получили свидетельство о рождении, сразу обращайтесь в выбранную страховую компанию. Так как при первом же посещении поликлиники вас попросят предъявить полис УМС. Во второй четверг октября ежегодно во всём мире отмечают День зрения. Это повод вспомнить о том, что зачастую в руках самого человека сохранить своё зрение, не дать развиться офтермологическим заболеваниям, если таковые уже имеются. А начинать заботу о собственных глазах нужно с самого детства, считают опытные окулисты. У детей школьного возраста это, несомненно, близорукость. Это основная проблема, это основная причина потери зрения в детском возрасте, у школьников. И близорукость сейчас, можно сказать, перешла из средней школы в начальную школу. Это всё равно маленькие дети. А если говорить о дошкольниках, это, конечно, косоглазие, амблиопия, различные врождённые аномалии и рефракции, пороки развития. И очень важно выявить эту патологию как можно раньше. В том числе и для ранней диагностики заболеваний во Всемирный День зрения проводят многочисленные благотворительные акции. К примеру, в одной из офтальмологических клиник Новосибирска в этот день организовали бесплатный приём детей. Работа развернулась в трёх кабинетах. Школьникам проверили остроту зрения, оптическое строение глаза, провели диагностику глазного дна и дали индивидуальные рекомендации. У нас функциональные нарушения зрения, пока только спазм сосудов, из-за того, что сейчас ребёнок активно учится, и нагрузка достаточно высокая на зрение. Поэтому сейчас очень легко восстановить это зрение, вот эти функциональные нарушения. Нам доктор прописала капельки и прописала витамины для глаз детские специальные, которые помогают восстановить вот эти функциональные нарушения, убрать. И в принципе, спустя месяц мы должны ещё раз показаться, возможно, что зрение даже через полгода восстановится 100%. Алёна учится во втором классе. На приём к детскому офтальмологу пришла вместе с мамой. Убедилась, что ничего страшного в таком осмотре нет. Узнавать о своём зрении всегда интересно. А правила здоровых глаз просты. Нельзя ночью читать книжку с фонариком. Близко смотреть телевизор. Читать тоже лёжа нельзя. Потому что когда будут читать книжку с фонариком ночью, то может зрение низко-низко упасть. Я вот сейчас попытаюсь ответить формулой, что до двух лет дети не смотрят телевизор, до семи лет не пользуются компьютером, до двенадцати интернетом. Научно доказано, что ежедневные двухчасовые прогулки в разы снижают риск развития близорукости у людей любого возраста. А врождённые аномалии зрения сегодня можно диагностировать даже у самых маленьких пациентов. К сожалению, у нас сложился устойчивый миф, что можно проверить маленького ребёнка, начиная с трёх лет. Это неправильно. Можно проверить и новорожденного, если в этом есть необходимость. И вообще детей в роддоме должны обязательно детские офтальмологи уже проверять. А в дальнейшем есть специальные приборы, таблицы. И можно проверить и с ротозрения даже очень маленькому ребёнку. Профилактика – лучшее средство. Подобные визиты к офтальмологу показаны один раз в год на протяжении всей жизни. Рак шейки матки по статистике во всём мире занимает второе место в структуре смертности от онкозаболеваний женщин репродуктивного возраста. Коварство заболевания состоит в том, что оно может протекать бессимптомно, приводя к очень печальным последствиям. Но сегодня развитие рака шейки матки можно предупредить. Наше интервью со специалистом. Людмила Анатольевна Пивень, заведующая областным перинатальным центром Новосибирской областной клинической больницы, доцент кафедры акушерства и гинекологии Новосибирского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук. Стаж работы более 20 лет. Людмила Анатольевна, почему возникает рак шейки матки? Одним из факторов возникновения рака шейки матки является, прежде всего, раннее начало половой жизни, а именно с 14 до 18 лет. Эпители цервикального канала в этом возрасте очень подвержены травматическим влияниям. Поэтому проведение любых манипуляций, это роды, медицинские аборты, другие какие-то манипуляции, могут способствовать образованию травм, разрывов на шейке матки, в дальнейшем возникновению на этом фоне фоновых или предраковых заболеваний, и только в более позднем возрасте возникновению на этом месте злокачественного заболевания шейки матки. Одной из причин являются воспалительные заболевания половой сферы. Сюда относятся хламидиоз, сюда относятся трихомониаз и другие воспалительные заболевания гениталий. Большое внимание в настоящее время уделяются вирусу папиллома человека как одному из основных факторов, который может способствовать развитию рака шейки матки в более позднем возрасте. Составляют ли группу риска женщины курящие и те, кто длительно принимает гормональные контрацептивы? У пациенток курящих, особенно курящих, более 5-10 сигарет в день риск возникновения рака шейки матки увеличивается практически в 10 раз. Исследования показали, что те канцерогены, которые содержатся в сигаретах, и никотин, находили даже в цервикальной слизи, они способствуют перерождению клеток и возникновению злокачественных заболеваний шейки матки. Что касается пациенток, которые принимают гормональную контрацепцию, здесь вопрос надо ставить немножечко по-другому. Сами гормональные контрацептивы не вызывают рака шейки матки. И даже более того, при длительном приеме гормональных контрацептивов снижается риск развития рака тела матки, рака яичников. Но вот почему у этих пациенток более часто регистрируются фоновые, предраковые заболевания рак шейки матки, это связано с другим. Прежде всего, это связано с тем, что, во-первых, пациентки, которые находятся на надежной контрацепции, перестают пользоваться барьерными методами контрацепции. Соответственно, риск возникновения у них каких-то воспалительных заболеваний выше. И риск инфицированности вирусом папиллома человека у этих пациенток выше. Это первая причина. И вторая, все-таки пациентки, которые принимают гормональные контрацептивы, более целенаправленно ходят к доктору, более планово обследуются. Поэтому выявляемость у этих пациенток фоновых, предраковых и злокачественных заболеваний выше, чем у тех, кто посещает гинеколога нерегулярно и не выполняет то обследование, которое необходимо. Считала, что рак шейки матки на сегодняшний день единственное онкологическое заболевание, возникновение которого можно полностью предупредить. Давайте подробнее остановимся на этой информации. Первое, что необходимо, это, во-первых, динамическое наблюдение доктора и ежегодные профилактические осмотры пациентки для того, чтобы исключить заболевание шейки матки на ранних этапах. То есть, чтобы выявить, если есть фоновое заболевание, если есть старые разрывы, и вовремя их полечить. К обязательным методам обследования относится цитограмма, которую женщина должна сдавать каждый год. Один раз в год мазочек на цитологию на злокачественные клеточки необходимо сдавать. Второе, в настоящее время существует профилактическая прививка или вакцинация против вируса папиллома человека. Не против рака шейки матки, но мы понимаем, что вирус папиллома человека – это одна из основных причин, которая может приводить к развитию этого заболевания. Смысл вакцинации в создании стойкого иммунитета к основным онкогенным вирусам папиллома человека, а именно к 16-18 сиротипу, а также существует квадривалентная вакцина, которая создает иммунитет еще и к 6-му и 11-му сиротипу вируса папиллома человека. Куда нужно обратиться, чтобы получить эту прививку? Прежде всего, пациентке нужно обратиться к своему лечащему врачу, задать этот вопрос, куда ей следует обратиться. Вполне возможно, что в вашей женской консультации, куда вы обратитесь, существует пункт вакцинации, вам проведут, сделают прививку прямо по месту жительства. Желательно вакцинирование провести до начала половой жизни. Абсолютных противопоказаний нет. Существует такое противопоказание, как повышенная чувствительность к компонентам самой вакцины. Но это, как правило, выясняется при первичном введении первой дозы препарата. Если существует такая реакция, то повторные дозы не вводятся. Чем взрослее становится человек, тем меньше в его жизни тактильных ощущений. Деловой этикет сводит к минимуму возможность прикосновения к другому человеку. Но физический контакт необходим большинству из нас, особенно детям. Ведь приятное прикосновение расслабляет, успокаивает, восстанавливает психику и снимает стресс. Художник Елена Дружинина придумала, как совместить рисование и психотерапию. Пришла такая идея совместить два мира. Это мир боди-арта, которым я занимаюсь еще, классический боди-арт, то есть как искусство. И совместить с детской игрой рисования пальчиками. И получилась вот такая вот идея контактного боди-арта. Это не просто игра, объединяющая детей и взрослых, а настоящая психотерапевтическая практика. Она помогает понять как себя, так и другого человека в процессе рисования. Ведь во время нанесения красок сила прикосновений, она столь же мягка и вот такая же по силе воздействия, как у ребенка, которому прикасается мама. И вот эти наши ощущения, когда к нам прикасается мама, вот самый первый, самый любимый в мире человек, вот эти забытые ощущения начинают оживать. И это уже одна из важнейших составляющих контактного боди-арта. Другим важным аспектом контактного боди-арта является способность на проявление доверия к другому человеку. В современном мире взрослые люди испытывают колоссальный дефицит доверия. И в конце концов просто теряют эту способность. Психотерапевтический эффект имеет и творческое самовыражение. Участник процесса позволяет на себе изобразить свое состояние, причем не текущее, а желаемое. А тот, кто рисует, учится бережно относиться к себе подобному, что способствует взаимопониманию. Конечно, любая технология, хоть медицинская, хоть психологическая, имеет свои показания и противопоказания. Противопоказания, пожалуй, общие для всех. Это явно выраженные психические заболевания, которые не только отражаются в медицинской карте, но и на лице человека, на его фигуре, походке и так далее. Кроме того, надо всегда помнить о том, что существует три основных канала восприятия. Это визуальный, аудиальный, кинестетический. Это то, чем мы воспринимаем информацию от окружающего мира. И, конечно, лучше всего вот эта технология, она подойдет для кинестетов. Это те люди, которые в прямом смысле слова чувствуют кожей. Таких людей по статистическим данным порядка 20%. Но это не значит, что в контактном боди-арте нет участников с другими доминирующими каналами восприятия. Главное начать, ведь это удовольствие и искренний смех. А ученые давно доказали, что смех укрепляет иммунитет и продлевает жизнь. Настроение каково? Мо! Полис обязательного медицинского страхования. Узнайте больше о своих правах и возможностях. Программе «Про здоровье» на телеканале ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова